Так, это E60, 525 N52, родная прошивка мозга, MSV80, потому что машина рестайла. Катов нету вообще, они выбиты, пустые. Вот, как бы первые три цилиндра, второй зонт. Вот, четвёртый, пятый, шестой, второй зонт. Естественно, они себя ведут не особо адекватно. Вот. Ну, а первые нормально абсолютно себя ведут. Чека, кстати, пока у нас нету, потому что мы удалили ошибки. И, хотя, ну, то есть, удалили ошибки, завели её, показовали, но никак они есть. Но ошибки, возможно, уже есть. Это не то. То есть, по зонтам, по катризаторам пока ошибок вообще нет. Вот, у нас. Можно вот закрыть. Сейчас ещё покажу, мотор прогрет. Вот, да, мотор у нас прогрет. Вольты в норме, обороты, холостой ход. Вот. Чё тут ещё можно показать. Ну, плавность регулировки холостого хода. Опять же. Первая лямбда на три цилиндра. Ну, то есть, первый зонт, который в коллекторе, перед катризатором, на первые три цилиндра. Первый зонт в коллекторе, перед катризатором, ну, который у нас сейчас пустые. Три, четвёртый, пятый, шестой цилиндры. Плавность хода. Регулировки холостого хода вполне адекватно, ровно работает. Вот, если мы так, она выключается у нас. Ну, не будем долго газовать. Наоборот, она выключается. Вот. Ну, что у нас тут ещё есть ванасы. Ну, примерно. То есть, у нас... Это у нас адаптация ванасов. Входной распредвал. То есть, впуск, распредвал, выпуск, распредвал. Заданное значение и фактическое. На впуске по углам видно совпадает. То есть, ванас адекватно регулируется. На выпуске ванасы фактическое заданное значение совпадает. Ну, небольшая там разница, это ерунда. А регулируем. То есть, поднимаем обороты, например, там, две тысячи. Четыре тысячи. Отпустили. Видим, что они, естественно, прям сразу могут не совпадать. Но в целом регулировка происходит адекватно. Всё нормально. Ну, что у нас тут ещё есть. Сейчас посмотрим. Так. Ну, вальвотроник, например, наш любимый. Да, кто мало вообще понимает, кто как работает. Но эти импы опять вносят свои коррективы. Какие-то хребты у нас тут не хотят. Всё, значения у нас не меняются. Но вот эта особенность импы, что без ручной допилки, она не всегда хорошо работает. Соответственно, вальвотроник мы посмотреть нормально с вами не сможем. Ну, вот адаптация дросселя у нас идёт. Тоже всё нормально, да? Вот. Это мы делали вот F5. То есть, с читкой статуса. Как я вам уже говорил в прошлом видео, по E91, да, дизельный. Что в инпе безопасно для непонимающих людей до F5 включительно. То есть, с информацией по блоку, идентификации блока, чтение ошибок, чтение параметров. Шоссе F6 это у нас уже активация теста. То есть, что-то можно тестить у нас тут. Вот. Куда некоторые тесты надо знать, которые выполняются на заглушенном моторе. Некоторые выполняются на заведённом моторе. То есть, как бы, естественно, это надо понимать и не делать того, чего не надо делать. То есть, например, у нас есть тест F4 по генератору. Вот у нас сейчас стоит 15,3 вольта. Это, скорее всего, то есть, F7 возвращение. То есть, можно выставить вручную вольт, сколько надо, чтобы проверить, да, как правильно работает регулировка КПД генератора. Но можно вот F7 активация на ДМЕ. То есть, вот F7. И это сейчас мотор хочет, чтобы было 15,3 вольта. Вот. Можете сделать, например, зажечь свет. Это вряд ли тут будет видно. Но сейчас такое небольшое освещение есть. Тут, сейчас скажем. Ну, 10 вольт мы ставить не будем. Это очень мало. Поставим, например, 12 вольт. Вон, свет притух. Вот, 12 вольт, да? Сейчас вернём на 15 вольт, принудительно. Ну, не особо видно на видео. Но свет стал ярче. О, то есть, это 15 вольт, принудительно. То есть, у нас нет даже теста на то значение, вот на F7, да? Возвращаем к двигателю, он просит ещё больше. То есть, я думаю, в машине аккумулятор подохший. Либо он поменен, но не прописан. Потому что как-то вот... Ну, это, во-первых, на генераторе напряжение. Оно не совсем прямо, что с генератора меряется. Но что-то такое, да? Это не то. То есть, в мозгах коробки будет другое значение. Потому что они подключены где-то в другом месте. Там, в LMA будет третье значение. Но они должны быть, в принципе, близко, если проблем нету с шинами, с сокислыми на проводах, с сокислыми на кремах. То есть, мы вернули это всё в состояние. Как сказать? Ну, что, в любом случае, если это заглушить, завести, оно вернётся. Это не запоминается. Потом, если даже поставить 11 вольт, оно будет держать 11, пока мотор не заглушить или на газ даже не нажмёте. Ну, тут вот какие-то кнопки вообще не нажимаются. Опять же, всё на скриптах. На скриптах. А скрипты у нас могут глючить. Вот. Ну, тут мы вот подогревку, там, инжектора наши, форсуночки, да? То есть, видите, сразу. Раз, сейчас, секундочку, подождите. В общем, с инфой закончили. Потом продолжение будет.